здравствуйте мои дорогие зрители сегодня мы с вами сделаем украшение украшение в стиле тора ну я думаю что многие знают кто такой тор это божество скандинавская викинги это бог грома и молнии который защищает и богов и людей от великанов чудовищ его называют трижды рожденный он старший сын одина и богини земли сейчас эта тема в моде уже давно причем украшение эти унисекс их носят и девушки и молодые люди я вам сегодня покажу как это сделать вот у меня есть вот такой элемент подвеска вроде в виде креста и в то же время топора это все оттуда из мифологии вот еще значит нам понадобится memory проволока проволока с памятью можно конечно собрать и на леску и на ювелирный тросик это вот что у вас есть какое у вас есть желание вот ну я вот хочу сделать сделать на memory проволоки вот у меня есть вот такие вот мелкие такие штучки мне с моим зрением это очень нелегко уж простите лет мне много кстати и за руки простите пожалуйста просто я делаю не только украшения но еще и сменто всякие вещи кашпо в общем и так для декора кому интересно можете посмотреть на моем канале поэтому а потом еще у меня и участок сейчас сами понимаете такое время работать приходится много поэтому руки конечно у меня еще такая беда я не умею работать перчатками вот приходится вот так вот в общем короче что мы делаем мы нанизываем вот такую маленькую бусинку и потом бусину из камня кстати камень это шунгит шунгит тоже северный камень из тех краев поэтому украшение у нас будет соответствовать вот так потихонечку все вот это нанизаем так и чтобы у нас просто так время не проходило я вам сейчас немножко расскажу о шунгите по ходу дела пожалуй нет в мире такого минерала как шунгит который вызывал бы столь глубокое уважение как в среде ученых так и среди простого населения многочисленные исследования подтверждают что несмотря на то что у шунгита применение достаточно простое его настои если не излечивают полностью то помогают в избавлении от многих заболеваний тем более сейчас его легко купить или в аптеке или в интернете возраст породы ученые определяют старше двух тысяч лет единственное месторождение где его добывают называется зажогинское и расположено оно вблизи зоонерского села шунга карелии отсюда и пошло его название до сих пор такое мнение бытует что раз больше нигде его не нашли то он инопланетного происхождения вот и есть такое мнение что это не что иное как упавший метеорит вот однако точных сведений нет сведений но лечебные свойства у него точно есть проблем для меня конечно с такой мелочью работать одно вот из главных качеств его шунгита это бактерицидная активность очень высокой он способен обеззараживать все вокруг эффективно работает при лечении многих заболеваний верхних дыхательных путей желудочно-кишечного тракта женских гинекологических проблемах аллергии различные положительные отзывы получены при лечении заболеваний крови лор заболеваний и в косметологии видите какой камень ценный так что мы с вами не просто делаем украшения еще и узнаем о камне я думаю что у кого есть такая нужда смогут найти в интернете все об этом камне если кому интересно я вам про себя немножко хочу рассказать те кто не знают зовут меня любовь николаевна мне 64 года последние семь лет я живу в крыму приехала в крым я из мурманска ну и как вот я говорила я люблю цемент люблю украшения делать разные разные на любой вкус у меня украшения люблю декорировать все что под руку попадется и шить люблю и вязать люблю только совсем не хватает времени а сейчас тем более потому что лето у меня привезли из мурманска трех мальчишек от трех до двенадцати лет поэтому у меня очень весело так вот так два четыре шесть восемь девять четыре шесть восемь девять четыре шесть семь так ну ладно потихонечку продолжаем еще раз повторюсь что это украшение унисекс и для мальчиков и для девочек это я для мастер-класса специально взяла но самое простое украшение которое может даже я не знаю мне кажется ребенок собрать ничего тут сложного нет я просто часто люди пишут два четыре шесть восемь десять вот николаевна сделайте мастер-класс замочек же надо нам поставить замочек поставим вот такой лебедь он удобный очень позволяет застегнуть и расстегнуть себе на шее без посторонней помощи а тем более она все-таки это такой чокер и ну нужно застегивать получается нужно прям себе там у нас на затылке застегивать не очень удобно так ну что ж в случае с memory проволокой застежка делается так загибается тяжело так загнули такой крючочек так теперь нам нужно между застежкой и колечком и из между застежкой и вот этим ну окончанием украшения нужно обязательно ставить колечко наверное все таки поставлю сюда побольше шарик позабы на загибание в этой проволоке я беру старый инструмент который уже не жалко предварительно шарик я побольше отдела туда так и теперь загибаем так вот что у нас получилось теперь мы берем колечко 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 вставляем застежку Mosk со зрением конечно сложно делаешь практически на ощупь вставляем это же колечко да девочки берегите зрение с молодым потому что потом все это очень очень тяжело все мелкие вещи еще у меня есть такая не знаю особенность что ли я не могу работать на камеру без камеры уже давно бы сделала но разузелась ладно потерпите пожалуйста мои дорогие ну вот один замочек сделали теперь это все потащим подтаскивайте чтобы она была потуже загибаем не знаю мои хорошие видно вам нет какая проволока но зато крепко в общем короче говоря вот так вот загибается получается сейчас опять в этот раз все получилось гораздо проще так она застегивается вот такое украшение у нас получилось строго элегантное модное и еще раз повторюсь унисекс сейчас я вам покажу на манекене ну что ж мои дорогие вот такое украшение получилось спасибо всем кто досмотрел до конца буду очень рада если вам пригодится такой урок пишите в комментариях как вам понравилось или нет да кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь кому не понравилось ставьте дизлайк спасибо